А вот посетителям ДК имени Ленина вскружили голову голубя. Вот уже более 20 лет в Казани проводят выставку-ярмарку пернатых со всей России. О птицах не только декоративных, но еще и высокого полета. Алена Хусаинова. На первый взгляд эти голуби ничем не отличаются от обычных, тех, которые живут на улице. На самом деле это не так. Они самые быстрые в полете за один световой день могут преодолеть до тысячи километров пути. Раньше они исполняли функцию почтовых, теперь же они участвуют в голубином спорте. Представьте себе, если мы выпускаем голубя сегодня утром в Москве, то уже к вечеру он дома. То есть это работа, то есть это очень долгая и кропотливая сферационная работа, которая привела к таким результатам. Самое большое внимание на выставке приковано к кудрявым голубям. Это самые аккуратные птицы. Они тщательно следят за своим оперением. Завитки должны быть в одну сторону, словно накрахмаленные. Порода кудрявых одна из самых древних. Вот только их происхождение неизвестно. Но над оперением колдовали сотни орнитологов. А вот эту породу вывели в Татарстане. Гордость выставки – казанские фанцерные голуби. Эта порода была выведена в Казани в середине 19 века. Сейчас эта птица считается редкой, потому что больше половины крылатых вывезли за границу. В Татарстане насчитывается не более 200 птиц. Каждая птица уникальна. Кто-то умеет кувыркаться в полете, другие покоряют своим внешним видом. А кто-то может пролететь сотни километров за один день. Раньше ими занимались и держали как кормильцев. Они очень хорошо выкармливают свое потомство. И их держали для кормления других пород. В настоящее время охота, конечно, подержать, чтобы порода разводилась. Она и так утрачена. Казанский для наклюва и турман настоящая порода. То есть турман, он должен немножко в воздухе играть, то есть крутиться. И если бы голубиная почта не заменилась всемирной паутиной, то возможно, что эти птицы мира принесли бы еще не одну добрую весть. Алина Хусейнова, Адель Миндубаев, Вести Татарстан.